Субтитры сделал DimaTorzok Так, давайте помаленьку разбираться, что да как Так, отлично, апартаменты подготовлены для меня Джерри, просто великолепно, это лучшая комната во всем особняке Так, позволит просто потрясающий вид Понятно Давайте все потихоньку осматривать, я даже не знаю, пока что непонятно, что именно делать, потому что, в принципе, вещи я уже сложил Может быть тут в вазочке что-нибудь Картина прикольная Ладно А тут что у нас? Ну, картошку бабы чистят Или что это? Яблоко Сразу хочу сказать Я уже просто предвижу, что некоторые люди будут писать в комментариях Если вы считаете эти видео скучным, вы их просто не смотрите Потому что эти видео по большей части я делаю для себя и для тех людей, которые помнят меня старого То есть я не всегда делал вот эти вот РПГшки, да что-то такое массовое Многие меня, именно вот мою манеру прохождения полюбили за то, что я проходил вещи достаточно старые, достаточно скучные, но тем не менее, на мой взгляд, очень интересные Поэтому если что-то не так, то рекомендую просто поставить дислайк, да больше не заходить в это прохождение Как бы все все понимают Я же думаю, что некоторым будет приятно окунуться в такую тихую, уютную вечернюю атмосферу К сожалению, сейчас, конечно, у нас лето А такие вещи самые прикольные смотреть зимой, когда рано темнеет И в темноте в наушниках попиваю кофе Мне играть, людям смотреть Ну да ладно Кому я говорю, верно? О, ты посмотри Я бы и впрямь не отказался сейчас хорошенько приложиться ко всем этим дорогим винам Да только пить в одиночку, это не про меня Во всяком случае, пока что Пока еще Ну, не хочешь как хочешь Снизу у нас не открывается Показали мне, кстати, один момент из игры Вот несмотря на то, что вот что происходит с растениями, если долго не поливать Кэп опять не дремлет Показали момент Натурально страшно было Я вообще не представлял, что Какой-то хлам бессмысленный и безобразный Что квест может быть страшным А там натурально мурашки по коже заходили, забегали И поэтому я и решил, собственно, приложиться к этой игре Салфетки-скатерти Да, тут мы уже были Все, в этой комнате мы вроде все посмотрели Давайте сходим сюда Так, открой дверь, уважаемый Здесь у нас что? Здесь у нас еще вазы Несколько африканских ваз Живописно расположились Напротив западного окна Ладно Наше дело малое Посмотрели, да пошли Ладно Так, с этой двери я пришел Свет так и не работает Вообще, я думаю, на улицу пора выйти посмотреть Но пока что гуляем по дому На втором этаже у нас что там может быть Так, здесь у нас, по-моему, фотограф Какая-то непонятная комната Давайте отсюда сходим вообще К этому столику полностью пошурстим Ящик безнадежно заело У меня нет ничего Чем можно было бы Поковыряться Нет Так, подожди, а это что? Я же вроде положил уже чемодан Так, блин, конечно, как-то неудобно тут это сделано В этом чемодане моя верная печатная машинка Понятно Сейчас мы, значит, на второй этаж пойдем Попробуем ее поставить где-нибудь на рабочем столе Так, тут у нас не то Подожди, а эта дверь куда ведет? Вот эта фотография или картина Она меня беспокоит, честно говоря Она какая-то Не очень хорошая Так, ладно, на третий этаж мы успеем сходить Давайте печатную машинку попробуем Это у нас, по-моему, здесь? А, нет Здесь, по-моему, какая-то супружеская пара Она тоже, кстати говоря, все достаточно поверхностно осмотрел Просто фото Ну, давай Блин, ну прикольная комната так Зеркало Больше мне делать нечего, как только копаться в дамских безделушках Ладно, понял, ты у нас брезгливый, значит Так, тут у нас что? Картина Здесь Что это? Разбитая какая-то рамка Похоже, что-то они не очень счастливо жили Скандалили Подожди, я что-то взял, что ли? А, я открываю часы Но сейчас я не вижу в этом какого-либо смысла Ладно Так Второй этаж Тут у нас что такое? Да Не закрывай Блин, не хочешь ничего трогать Ну да ладно Как говорится Здесь рубашки мужские Отлично Так, картина Картина И картина Все, кажется А тут что за картина? Подожди, там что-то было О! Поразительно За картиной я обнаружил сейф Супер Видите, да? Вот я когда прямо на нее навожусь Она у меня почему-то не цепляется Чуть пониже нужно Возможно, это из-за того, что я В конфиг файле изменил разрешение На более вменяемое Я не знаю кода А взлом сейфа никогда не был в моем хобби Отлично Ну, значит, у нас тут что-то есть Хорошо Все, выходим Короче, пошли к себе в комнату Офигеть Нашел Нашел сейф Так, вот наш комнат Самая козырная, надо сказать В доме Так, вот, наверное, на рабочий стол Нужно поставить Свою печатную машинку свою Вот сюда как раз место напрашивается Так, отлично Бумаги сюда Машинка сюда Хорошо Все так Что дальше? Все же мне кажется, что время работать еще не пришло Ну ладно По крайней мере, эта часть действия сделана Так, ладно Выходим отсюда Что еще тут можно? Тут у нас вещи Давайте что-ли по улице пройдемся Я не знаю А, мы же хотели подняться на третий этаж Там еще ни разу не были Ну, пойдем посмотрим, что у нас на чердаке Или там третий этаж натуральный, что ли Да нет, это чердак уже Напоминает, кстати говоря, чердак из игры Экс Мортис Второй части Там было довольно-таки жутковато на нем То, что музыка замолчала Меня тоже не радует Так, давайте первую дверь посмотрим Тут у нас хлам, похоже, какой-то Шлакоблуки Это просто груда старых кирпичей Ну, как старых, раньше таких кирпичей не делали Это уже фабричная выработка Лет 50, как начали делать Большинство разбросанных на третьем этаже досок Казались уже рассовшимися и сломанными Спасибо, Кэп Куда бы мы и без тебя Блин, просто интересно по дому Как будто я сам у него переехал Блин, у них тут ремонт, что ли, был Они даже, вот, песок оставили в тачанке Количество хлама в этой комнате Показалось мне невообразием Какой нафиг это хлам, это строим материалы Тут, похоже, кто-то что-то построить Что же решил Так, пила Это что такое, горелка, что ли, спиртовая? А, бензиновая В доске нашлась Так, я бы ее взял Или ее заправить чем-то нужно Так, тихо-тихо Блин, где только что было зажечь ее? Сначала надо бы ее зажечь Зажечь нам ее Можно спичками Спички Я не маньяк-поджигатель Ну, ты же хотел ее зажечь Ладно Короче, тут есть такая вещь Запомним Так, это что? Еще хоть один кирпич И я точно начну кричать Ну что ж ты какой Нежен кто у нас Количество хлама Блин, ты посмотри натурально Просто человек начинает меня раздражать Своими повадками Хлам ему не нравится Как барышня кисейная какая-то И вот за такое приходится играть Ладно, хоть это не Джек Уолтерс Который своим нудным голосом Натурально Блин, заставлял себя ненавидеть Замок заело Блотна А вот, собственно, капитальный уже чердак Давайте сначала тут посмотрим, что Здесь, похоже, вообще недострой какой-то просто Просто груди старых кирпичей Так, тут у нас прекрасный вид на крышу И что это нам дает? На одной из стен башни была большая трещина Вы не предлагаете мне, надеюсь Разломать чем-то эту трещину Может не послушать, что там находится Не услышал ничего необычного Так, ну ладно Здесь, похоже, просто обзорная хрень какая-то Чтобы посмотреть в окошко Да Там, полюбоваться видом А так ничего полезного Давайте по лестнице на чердак попробуем сходить А так-то больше мы никуда зайти не можем, да? Ключ торчит с замки с другой стороны Чем-то протолкнуть его, может? Вот, карандашом, скажем И что мне написать? Понятно Так, давай, Майкл Сюда сходим Хорошо Клетка птичья Среди этих безделушек Не было ничего интересного Нифига себе ничего интересного Клетка, по-моему, афиг Манекены Клетка, по-моему, это круто Патефон Множество разнообразных бесполезных предметов Всевозможных размеров И цветов занимало углы чердака Блин, ты какой-то скучный И тут, по-моему, такие прикольные вещи лежат А ты Глобус вон Коляска Да, эпичества у нас так и нет Подшивки газет Груды газет была просто огромные Чтобы что-то найти среди них Мне нужна была точная дата выхода номера Понятно Сюда мы, видимо, попозже попадем Так, это что Какие-то развалины Послевоенные, что ли Как после бомбежки Это что такое Да, как будто разбомбили Или пожар какой-то был Это еще такой черпак подобрал, что ли А, подожди Это лампа Ладно Так, тут вроде все Для чего мне эта лампа Ну, по крайней мере, электричества пока нет Пригодится, я думаю Так, все Давайте на улицу, что ли, сходим Где у нас-то вообще генератор-то находится Электрикой что-то не видать Время уже 10 часов вечера в игре Скорость темнеет Придется, похоже, с этой Как она называется-то Старомодная лампа Заставила меня думать о захватывающих приключениях О которых я всегда мечтал Я думаю, в этой игре на твою долю приключений хватит Намечтаешься еще Так, ну что на втором у нас осталось? На втором ничего Здесь на кухне я еще Невнимательность осмотрел, насколько я помню А кухня у нас вот тут Или генератор у нас, скорее всего, в подвале Но у нас нет туда пути Мы туда не попадаем Так, кухня Что может быть интересно на кухне? Столик Дверь печки заела намеренно Да что ж все такое разломанное? Нашел же себе хату Майкл Так, кухонная утварь Это у нас не откроется, похоже Кухонная утварь Ничего интересного Так, это дверь наружу Давайте сначала посмотрим вот тут вот Что у нас вообще имеется Воды нет Скверная Это мы уже видели Так, подожди Ага, хорошо Я нож как убил, сразу к нему потянулся Так, тут пусто И давайте холодильник проверим Так, ножик Ножиком может замки можно расковыривать Это, конечно, глупо в своем доме расковыривать замки ножиком Но мало ли Кажется, холодильник требует серьезной чистки В идеале, конечно, окатить бензином Вообще, по-моему, в идеале выкинуть от холодильника Купить что-нибудь поновее и получше Интересно, какой год на дворе вообще На момент этой игры Так, тут у нас Что у нас там было-то? Ладно, по-моему А, здесь комната страшная облезла Тишина такая Так, что я тут все посмотрел? Нет Картина На картине ничего нет Вроде нет Так, здесь у нас практическая фотография И больше ничего Ладно Так, подожди, это что такое? Что-то за рука появлялась А, нет Все нормально Так, и вот тут в комоде мы, по-моему, тоже не все посмотрели Я просто хочу Эта игра такая Вы не думайте, что я что-то затягиваю Она очень тягомотная Просто нечему удивляться совершенно Вся игра такая будет Судя по всему, обитатели этой комнаты Да, я знаю У нас пленки Фоточки Рубашечки Блин, да выходит Елки-палки И нижний На нижнем ничего Блин, почему такая проблема? Выбраться-то отсюда Эй, Майкл Так, фотография леса Фотография Моста какого-то Интересные места, похоже, да? Для жизни-то Так, там у нас Там у нас фотография, по-моему Ладно Склеп Короче, тут, похоже, делать пока нечего Вот эта фотография Что-то с ней непонятное Только В воде плавает Да ладно Не могу понять У меня нет определенной цели Я не знаю, куда идти Думать-то я уже вообще разучился Со всякими этими Последними играми Так, это кто это у нас там? Если вы слышите непонятные звуки Это На улице Чья-то музяка качает Давайте выйдем туда наружу, что ли, попробуем И оттуда смотрим Все, вокруг дома мы еще не ходили Ух ты, как тут круто Блин, вечереет только Жутковато становится У нас небольшая такая терраса Нифига Аллейка Блин, тут натуральная Какой-то Парк Парк Ага Вот и склеп Который мы видели на фото Ручки дверей склепа Оказались связаны Толстым проводом Боюсь ножом ее не разрезать Печально А что, никак там, я не знаю, размотать Ну ладно, запомним Хотелось бы, конечно, побывать там Но я думаю, это успеется Пойдемте дальше осматривать наше владение Досталось, блин Я бы, честно говоря От такого тоже не отказался Без привидений, конечно С бардаком разобраться Это будет просто офигенная, конечно, хата Так, и больше, я так понимаю Тут идти некуда особо Блин, дом крутой В порядок только привезти его нужно Ладно Выйдем наружу Потому что я больше не понимаю Что мне сейчас нужно делать Поэтому будем просто мотаться по дому И искать что-то как Поломаем себе голову Там у нас что? А, ну да, рабочий кабинет В рабочем кабинете я, по-моему, все осмотрел, нет? Она, похоже, так и встает В этих пределах где-то В Атлантическом океане Ладно Все же библиотека здесь просто невероятная Я всерьез думаю, не переехать ли мне сюда С своими пожитками Черт с ним, буду спать в кресле Да блин, гелка-палка Весь дом твой Че ты нервничаешь? Большинство часов в доме стоит Понятно Заводить-то некому Откровение преподобного Нойза Почему эта книга выделяется так? Больше таких книг, по-моему, явно выделяющихся нет Ну ладно Запомним Что тут такая странная книга есть Так, давай иди уже куда-нибудь, а? Уф, так Столик Тут у нас Тут у нас ничего Пиксель хантинг Старый, добрый Подожди, опять туда же попал У нас фишки какие-то, что ли? Или монеты Тут у нас Также сигары лежат О, подожди, я что взял Что-то такое Шило Шило Слушай Я думаю, это нам поможет Разобраться С замком На третьем этаже Помните, где там Замок был вставлен Ой, ключ был вставлен с другой стороны Блин, закройте ее Я нижний хочу проверить Самый нижний, похоже А, вот, открылась Закрыто Ох, офигеть 6 февраля Строительство железнодорожного моста Почти завершено И пока все идет гладко Правда, времени потребовалось больше Чем я поначалу предполагал Вместе с тем, мне не хочется Чтобы все закончилось Мы Мне Блин, какой шрифт неудобный Мне будет жаль Уезжать из Южной Африки За последние несколько месяцев Я так привык к этой стране Культуре Обычаям Что мне начинает казаться Что теперь она часть меня Когда-нибудь Я обязательно сюда вернусь Надеюсь, что скоро Хотя в старой доброй Британии Накопилось много работы К счастью Здесь у меня появилось Много друзей Которые с восторгом Приняли мое Увлечение их страной В знак своей признательности Они подарили мне Несколько чудесных вещиц Я их уже упаковал И подготовил к перевозке Вместе с многочисленными Купленными мною безделушками Такое впечатление Что я собираюсь Стать коллекционером Хорошо, что Катрин Согласилась переехать В наш новый дом Хотя боюсь, что из-за этого Придется пойти на небольшую Перепланировку А может и на большую Если я буду всерьез Увлечен своим новым хобби Кажется, мне придется Вернуться к работе Джон Паттерсон Только что сказал Что возникли трудности С местными жителями Что же, досадно Хотя втайне я ликую 12 февраля Спустя шесть дней Туземцы не хотят уходить Дело не в том Что они не дают Нашим рабочим Двигаться дальше Единственное, на что До сих пор приходилось Слышать жалобы Так это на то Что они отвлекают внимание Они просто стоят Между деревьев И пристально смотрят на нас Я наблюдал за ними Несколько минут Они на самом деле Производят впечатление Мрачных и темных статуй Поначалу это просто раздражает Но затем начинает Бросать в дрожь Кажется, что они Преследуют нас Словом, нельзя говорить о том Что они тормозят строительство Нас создаются Такое неприятное ощущение Что они готовы В любой момент Прыгнуть на тебя Кажется, в целях безопасности Я найду себе охрану Вернее, думаю 15 февраля Занятно Я наблюдал за этими туземцами Их совсем немного И живут они в деревеньке Неподалеку Я думал о них Как о цивилизованном племени Как о нецивилизованном племени Но их движения Просчитаны И в их действиях Угадывается четкость И аккуратность И слаженность Однако они кажутся Очень дикими Их внешний вид Просто ужасен Я имел возможность Наблюдать за одним Из туземцев Но внимательно Разглядеть его лица Не смог Подходить уже Близко было рискованно Кроме того Эта деревенька Очень простенькая И бедненькая Но лачуги выглядят Как-то гостеприимно Что ли Меня это очень Заинтересовало Завтра попробую Подобраться поближе 16 февраля Следующий день Моей второй Жизнь Моей второй Экспедиции В деревню Неожиданно помешали Авральной работе На мосту Боюсь Это следствие Небольшой ошибки В моих расчетах Верный знак Того Что мне Стоит больше Сосредоточиться На работе А с неожиданной Любовью Ко всему африканскому Нужно повременить Это была моя ошибка И я это сознаю 20 февраля Через 4 дня Они снова здесь Скрываются в лесу Просто удивительно Насколько они Изменили Наше восприятие Окружающего мира Поначалу Спокойная природа Здесь привела Нас в восторг Теперь мы боимся Тех ужасов Которые могут твориться Там во тьме Под кронами деревьев Вершины гор Возвышаются над нами Бросая свою тень На мост Какие-то странные звуки Мешают нам Принимать пищу Даже текущая Вниз река Кажется Нашептывает Ужасные секреты Конечно Нам стоило Более строго Реагировать На беспорядки Но я не могу Избавиться От мысли Что это место На самом деле Становится зловещим И кроме того Я все еще Хочу удовлетворить Своё любопытство И наблюдать За племенем 24 февраля Еще 4 дня спустя Наконец-то Я узнал Хоть что-то новое О племени туземцев Я испытываю Такие чувства Что просто не могу Скрыть свое возбуждение Оказалось Что несколько Старожилов Из ближайшего города Кое-что знают Об этом племени Хотя только Из рассказов Своих предков Удивительно Но считается Что племя Давным-давно Вымерло Все что Старики Рассказали мне Об этом племени Основано На их детских Воспоминаниях Тогда туземцы Также наблюдали За городом Как они сейчас Наблюдают за нами Люди называли их Длом Похожие крики Эхом Раздавались Поздно ночью Жители города Выходили на улицы И далеко На вершине холма Далеко На вершине холма Видели зловещее сияние Кто-то говорил Что это был огонь Другие упоминают О проклятом духе Древнего башка Проклятом По словам очевидцев Что-то это Что бы это ни было Но от яркого света В сочетании С фантастическими криками В жилах стыла кровь Ужасная сцена Заканчивалась Так же неожиданно Как и начиналась И повторялась На протяжении Неских дней Промежутки между этими Ночами ужаса Становились все длиннее И длиннее До тех пор Пока крики Окончательно не прекратились Племя очевидно Вернулось обратно во тьму До сегодняшнего дня Позднее племени Дали имя Далмар А еще через некоторое время Научено название Хотя никто из тех С кем я разговаривал Не мог вспомнить Его происхождение Меня очень удивляет То, что никто Кроме нескольких горожан Не слышал об этом племени Должно быть Племя это Немногочисленное И судя по рассказам Передающие Передающиеся из поколения В поколение Очень древнее 27 февраля Признаюсь Я стал просто бредить Этим таинственным племенем С ним связана Какая-то тайна Наверняка опасная Но настолько интересная Что разгадать ее Будет для меня Самой желанной наградой Мне кажется Как будто это племя Мое открытие Я просто обязан Узнать его Как можно лучше Перед тем Как уеду Боюсь Что подобного шанса У меня больше не будет Это стало Моей самой важной целью Даже более важной Чем строительство моста Спустя неделю 4 марта Ну наконец-то Я сумел их рассмотреть Господи Какое волнующее зрелище Мы прибыли Они передвигались Когда мы прибыли Они передвигались По деревню Очень медленно Не говоря ни слова И никак друг с другом Не общаясь Каждый занимался Своим делом Будто бы находясь В своем мире Они выглядели Не мытыми Грубыми А совершенно отвратительными Я не заметил Никакого оружия Но они могли Хранить его В другом месте Все туземцы Вели себя Очень странно Это было уникальное зрелище Затем Как будто В них Неожиданно Вселился Какой-то Необузданный дух Они принялись Трястись В конвульсиях И кричать Как полоумные Кое-кто Из них Упал на колени И безумным Взором Уставился в небо Вытянув голову И сдавая Какие-то Нечленораздельные Страфики А стоны Блин Уже зачитываться Начинаю Двое из них Демонстрируя Резкий контраст По сравнению Со всем остальным Нетроплево Ушли в хижину Где-то Через минуту Они вынесли Наружу Какую-то Странную Маску Ее форма Цвет Ее форма Цвета И весь внешний вид Хоть и тревожили Но вместе с тем Влекли и притягивали И я тут же Почувствовал себя В ее власти Она сразу же Превратила Мою скромную Африканскую коллекцию В кучу скучных И неинтересных Предметов Маска выглядела зловеще И все племя Оказалось Поклонялось ей Вскоре туземцы Собрались вокруг нее И загружились Как в хороводе Распевая Гортанные псалмы Судя по их движениям И тому Что происходило Это вероятно Был какой-то Боевой обряд Я не представляю Как описать То, что произошло Потом Так как до сих пор Не могу успокоиться И прийти в себя Не могу подобрать Нужных слов Чтобы описать Самое волнующее С того, что я когда-либо видел Один из мужчин По собственному желанию Вышел в середину круга В маске Он проделал это Чисто автоматически Внезапно Его соплеменники Затихли Затрудняюсь сказать Как долго Это продолжалось Но тогда Я даже вздохнуть боялся Думаю Далби И другие Из наших Тоже были напуганы Они боялись Даже пошевелиться Боюсь Пока мы ждали Я взмок от пота Тишина была Такой неестественной Затем Несколько членов племени Взяли Вышли из круга Набросились С настоящего В маске Соплеменника И забили Беднягу До смерти Называя вещи Своими именами Они просто Разорвали его На части Соплеменники Схватили его ноги И стали их Выкручивать У меня не хватит Духа Чтобы дословно Описать это Его лицо Было Исцарапано Искусано А стуловище Вскоре Исчезло В выступленном Клуб Келевских Рук Буквально Через несколько Минут Туземец Превратился В разорванный Кусок мяса С костями Все было Проделано Четко Как будто Они выполняли Привычные Задания И что Самая ужасная Жертва Даже не Сопротивлялась Стояла Такая тишина Что мне казалось Будто я слышу Как рвутся Его жилы Мышцы Кости Любое Живое Существо В подобной Ситуации Кричало Изо всех Сил Не могу Сказать Был ли он Под воздействием Каких-то Наркотиков Или же Просто Потерял Сознание Но помню Что перед тем Как выйти Из круга Он танцевал Как все Это было Самое Жестокое Самое Садистское Жертвопринощение Из всех Что я знал Думаю Этого Мне не забыть Никогда Мое намерение Подойти к ним Поближе Пусть даже Они не держали В руках Оружие Исчезло Само собой Эти существа А я больше Не могу Называть их Людми Приливе Ярости Могли в один Момент Растерзать Всех Нас Казалось Что они Полностью Потеряли Контроль С собой И готовы Разрушить Все Что только Встретится На их Пути В тот Момент Как В то В то Время Как Сцена Жертвоприношение До сих пор Стоит у меня Перед глазами Я никак Не могу Забыть Ту маску Она была Обманчиво Проста На вид И вместе С тем Идеально Никогда Не видел Ничего Подобного Естественно Мне бы Хотелось Насмотреться На нее Посмотреть На нее Поближе Мне кажется Далмары С их Опасными Нравами Возможно Являются Самой важной Этнической Находкой Последних Десятилетий После того Что я Сегодня Видел Все внутри Меня Я себя Этого Не прощу И маска Та маска Да История Надо сказать Кровь стынет Живых Майкл Выйди Пожалуйста Из книги Признаешь Чтение Меня Впечатлило Этот дневник До чего Жизумительный Материал Совершенно Невероятная История Да уж Надо признать Что Что-то Начинает Проясняться Жуть какая Обалдеть Так Ну в принципе Эту серию Я думаю Пора завершать Но давайте Сначала Мы сходим На третий этаж Посмотрим Что же у нас Там имеется Что самое страшное То что Вот весь Этот объемный Такой Такая Куча Текста Она была Мелко Мелко Написана Таким Неудобно Читаемым Шрифтом Что это Просто Какой-то Кошмар Так Ладно Проходим По коридору Мимо страшно Я вот Начинаю Ориентироваться В этом доме Это меня радует Так Тут делать Нечего Не к этой Двери И вот сюда Тут у нас Ключ Торчит В замке С другой стороны А Ключ Дверь Заперта Это может быть Как-то достать Этот проклятый Ключ Да Похоже Не так все Просто Да Не могу Пораниться Нет я могу Пораниться Ну В принципе Ладно Не судьба Значит Будем думать Что делать дальше В принципе Вещей уже Достаточно Много Набрали Давайте Заберемся К себе В комнату Будем Заканчивать Наверное Сегодня серию Я буду так Потихоньку Играть Ну то есть Вы будете Получать по серии В день А я же Буду Как вот По одной серии Вот так записывать Когда будет время Потому что Это натурально Очень неторопливо Такое проходить Тоже хочется Отрывками Потому что Ну Действие не стремительное Тягомотное Но Достаточно Атмосферное Интересное И на мой взгляд Это круто Надеюсь Вам понравилось Я явно Понимаю Что это Прохождение Далеко не для всех Но именно Те кто смотрят Спасибо вам Большое За проявленный Интерес С вами был Артур Увидимся завтра Всего хорошего Пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...